Казахстанские миротворцы примут участие в нескольких миссиях ООН. Такое решение единогласно принято на совместном заседании Палат Парламента. Предложение главы государства озвучил министр обороны Руслан Джексылыков. Отмечу, что Организация Объединенных Наций впервые поручает нашей стране самостоятельную операцию. Продолжит тему мой коллега Ратмир Аубакир. Казахстан может отправлять по миссии ООН как стандартные военные подразделения, так и специализированные группы. Это военные медики, инженеры и разведчики. Первая группа в составе 139 человек присоединится к силам ООН по наблюдению за разъединением на голландских высотах, находящихся на спорной территории между Сирией и Израилем. В течение как минимум года казахстанцы будут охранять военные базы, сопровождать гуманитарные грузы и защищать мирных граждан. Как вы знаете, при выполнении миссии в Ливане мы выполняли контингент в составе индийского контингента, выполняли задачу. На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Второе. Задачи, которые предстоят перед нами, в первую очередь, это патрулирование районов, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве. Но для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц, инженерной техникой, КАМАЗами, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением. Всего Казахстан готов отправить горячие точки до 430 человек вместе с военной техникой и вооружением. В случае необходимости наши военнослужащие примут участие в операции по наблюдению за выполнением условий перемирия Палестины и Израиля, а также в миссиях ООН в Судане и Южном Судане. Зона ответственности миссии – это голландские высоты. Вот голландские высоты. Наша рота будет дислоцироваться в лагере Фавар, там, где находится штаб миссии. Буферная зона имеет протяженность 75 километров. Мы будем одной из пяти стран, которые будут предоставлять свои воинские контингенты. Контингенты каких стран, я сейчас боюсь ошибиться, это Фиджи, Непал, Индия и Уругвай. Развертывание первого контингента казахстанских миротворцев планируется провести уже в марте. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения. Транспортировка контингента и имущества будет осуществлена за счет казахстанской стороны. Военнослужащие, которые будут там находиться, будут получать от 1 тысячи долларов до 1400 долларов. В зависимости от их должности, от выполняемой функции, это будет им выплачивать ООН ежемесячно. Кроме того, здесь они будут получать в месяц три оклада. Требование ООН – это то, чтобы каждый контингент пребывал со своим вооружением, со своей техникой. И поэтому мы выделили, определили, какая будет у нас техника. Господин министр только что назвал ее. Ее нужно перебросить туда. Это тоже наша миссия. На это уйдет, мы посчитали, около 8 миллионов долларов. Миротворцы Вооруженных сил Казахстана стоят на страже мира и безопасности с 2000-х годов. За это время наши военнослужащие приобрели практический опыт противодействия современным угрозам. По данным оборонного ведомства, за последние 10 лет участия в миссиях ООН приняли 67 казахстанских офицеров в Западной Сахаре, Кодювари, Мали, Центрально-Африканской республике и Ливане. В качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии «Временные силы ООН» в Ливане. Многих казахстанских офицеров наградили медалями за личный вклад в миротворческую деятельность. Мы не втягиваемся в военный конфликт. Мы выполняем миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Я вам скажу, что это очень почетная миссия для нашего государства и для военнослужащих. При выполнении миротворческих функций и задач армия не учится воевать. Мы в первую очередь ставим перед собой задачу изучения мирового опыта. Ведь основная задача – разъединение противоборствующих сторон. И другие задачи – это не война, это не боевые действия. В первую очередь, это обязанность государств, членов Организации Объединенных Наций, как нам известно, и Казахстан является членом ООН. Это раз. Второе, конечно же, это приверженность миролюбивой политики Казахстана, что мы себя позиционируем. И, естественно, как доказательством нашей политики на международной арене является и участие в миротворческих миссиях Казахстана. Эксперты ООН отметили высокий уровень подготовки личного состава миротворческого контингента Казахстана. Активное участие нашей страны в миссиях организации призвано обеспечить нашу армию необходимыми знаниями об особенностях так называемых гибридных конфликтов. Учитывая успехи казахстанских голубых касок, Организация Объединенных Наций выразила готовность поддержать в дальнейшем увеличение количества миротворцев из нашей страны.